Песох Мы много говорили о Песохе первом, у каждого свой в свое время, но тот исторический Песох, который был во времена Моше, и мы сегодня переходим от Моше до Иерусалимского Песоха во времена Ишева. Что интересно, на горе преображения, очень интересно тоже место, будучи в Израиле, мы побывали на этой горе, но несмотря на то, что мы побывали там, мы ничего такого не пережили, но два ученика Ишева, они пережили, увидев преображение Ишева, и явился им Моше и Илья. И вот о чем они говорили? Они говорили об его исходе из Иерусалима. Как должно пострадать. Ну да, сама мысль, некое Божье вмешательство, поддержки для Ишева и говорит об его исходе. Вот его исход, он уже оброс, фактически его Песох уже оброс традициями, причем традициями не первоначального исхода, да, а уже традициями двухтысячной давности. Мы пережили судей, царей, вавилонское пленение, да, порабощение от греков уже и еленистическую культуру. Мы входим уже даже не в первый наш храм, а уже во втором храме, и за это время уже нарастают какие-то традиции. Традиции, которые потом начинаются объяснения, и как бы войдя уже в современность, мы когда-то пытаемся его интерпретировать, и мы об этом тоже поговорим. В сущности, что происходило, мне очень впечатляет одна вещь, которая, она повторяется и во время исхода, и фактически во времена Ишева. Я вспоминаю этот фильм, который, мы говорили, «Страсти Христовы», да, вот Гибсон сделал, и очень, когда мы смотрели с детьми, я просто плакал, хотя я там говорилось на арамейском, но то, что там сказано было, меня шокировало. Ишева взяли, как бы, под стражу, его ведут, толкают, он падает на тех цепях, ну, это что, фильм есть фильм, да. И тут на весь экран, лицо Мирьям, как бы в таком, ну, видно, приснило что-то еще, не знаю, ну, вопрос такой, она, почему? То есть, молнии штана, этот вопрос, вопрос из, ну, порядка, почему эта ночь отличается с их дочей? И, конечно, ответ был, в эту ночь Бог дал нам свободу. И вот на этом базируется фактически весь остальной фильм Гибсона. Но, это уже традиция, которая, как дети поют, молнии штана. Откуда это все взялось, мы понимаем, что из исхода, но при этом, давайте порассуждаем, насколько это интересно, вот, для верующих, обыкновенных верующих в церквях, или же даже те, кто посещает мессианские общины, неевреи, и которые любят еврейский народ, насколько это, вот, интересный факт. Первое, это то, что, например, Моше является Иешуа и Илья. Почему эти два персонажа вебрейские являются ему, то, во преображении, перед Песахом, и что там можно было бы быть? Мани штана, Алла-Элла-Азе. Чем эта ночь отличается от других ночей? Именно ночь, это удивительно. Да, то есть, в еврейской традиции пасхальная ночь отличается от всех остальных ночей, и, собственно, это часть обучения отцами своих детей, когда отцы по заповеди обязаны ответить своим сыновьям. Тут, кстати, очень интересный момент, когда эта заповедь была дана, Всевышний говорит, когда ты будешь делать это служение, твой сын тебя спросит. Вот меня удивила эта фраза. Он не говорит, что когда ты будешь совершать это служение, может быть. То есть, когда родители послушны Богу и делают, живут той жизнью, которая заповедана, неизбежно сам Всевышний возбуждает интерес в детях. И тут происходит связь поколений, цепочка вот эта образуется. И вот в процессе обучения детей рассказывается о том, что произошло этой ночью много-много-много лет назад. И речь идет об исходе. И то, что Маше и Илья говорят о предстоящем исходе, очень интересно связывает и дает нам параллель, что тот исход, он параллелен этому исходу, который надлежало совершить Ишуа. А этот исход, собственно, я только сейчас посмотрел значение этого слова, собственно, как выход из этого тела, выход из какого-то тоже определенного рабства. Ведь Ишуа однажды в разговоре с учениками, с оппонентами говорит, «Делающий грех есть раб греха, и никто не освободится, если не освободит его сын человеческий». И мы видим, как он решает эту проблему, каким образом он дарует человечеству свободу от греха посредством своей смерти. И вот интересно, что современная христианская традиция акцент делает на его воскресении. Когда Пасха православная, католическая, можем услышать «Христос воскрес» везде, от верующих, от неверующих, от трезвых, от пьяных. И дети не спрашивают, почему? Ну, дети не спрашивают. Это отдельная тема. Но интересно, что само Писание Нового Завета акцент делает на другом. «Христос, Пасха, закланная за нас, а не воскресшая». Про Него же сказано, что Он смертью смерть попрал, а не воскресением. То есть, интересно, что в том же Египте именно смерть того Агнца сохранила жизни первенцев. То есть, вот это очень важный момент, который почему-то традиционное христианство не учитывает. Ну, хорошо, мы говорим это о Маше. Что можно сказать об Иле? Есть интерпретация закон, встретился с пророческим как бы подозрением. А вот я думаю, что есть немножко намного интереснее и простая интерпретация. Простая интерпретация довольно интересная. Во всей, как бы, Библии, да, есть три пророка, которые не дождались, не увидели результата своей пророческой деятельности. Это Моисей, которого задача была ввести свой народ, и он не увидел этой цели именно исходя из народа. Та же идея, что из Авраама, та же идея, что из Авраама, он был здравствующий, он искал... Это с одной стороны. Но с другой стороны, если мы возьмем в глобальном, да, вот масштабе, то есть, если тебе дают задачу, и ты понимаешь, что твоя задача привести народ, да, и... А народ сам, ну, не готов к этому. И мы видим, как народ реально, он просто вот эта неготовность народа войти в Божье призвание, приводит... Хорошо, Илья. Илья, то же самое. Какая задача была у Ильи, самое главное? Раскаяние народа. Нет. А что? Это привести к Богу царя Ахава, который был грешником, который был под Изавелью. Да, и весь народ тоже. Почему? Потому что это руководство. Да, мы говорим о руководстве. И, кстати, Моисею противились в основном кто? Если исходить из этой же старейшины. Постоянно мы видим, что Бог разбирается со старейшинами. Начиная с тех, которые пришли, их говорили хулу на землю обетованную, которую, кстати, они увидели. И это то, что они увидели, оно почему-то им не совсем понравилось, и не так это самое. В дальнейшем мы видим опять-таки претензии к старейшинам, потому что рыба гниет с головы. И в данной ситуации у Ильи та же ситуация. Если он понимает, что его задача, это царь, если царь подчинится Богу, если он войдет в Божье призвание, если он начнет служить Богу, а не Изавель слушать, то весь Израиль перестанет хромать на оба колена. Он действительно... И знаете, вот мне нравится эта фраза, самая большая трагедия в жизни человека, депрессия, приходит после самой большой его победы. То есть гора Кормил, 400 пророков Ваалу и Астартия, то, что происходит там на этой горе, то, как он свидетельствует о том, что Бог живой, Бог единый, Бог сильный. Мало того, он бежит перед колесницей царя Ахава, показывая таким образом, что вот смотри, действительно Божья слава, ну что, ты готов принять его волю? Ты готов служить ему? Чем это заканчивается? Ему доводят, что Изавель сказала к вечеру его не будет. Как же эти два персонажа имеют что-то общее к тому, что еще... В горе преображения. Да, вот на горе. Я вот сейчас размышляю. Тут вопрос интересный возникает. Они ему явились. Давали ли они ему какие-то инструкции, или они явились, чтобы его о чем-то спросить? Они говорили об его исходе. Написано, они говорили об его исходе. Но в каком ключе они к нему? Они ему что-то говорили, что ему предстоит, или он сам знал, а они пришли, чтобы его спросить? Может, советы давали какие-то? Советы ему? Ну, а что нет? Писание четко говорит, что он не нуждается в наших советах. Я думаю, что все-таки, поскольку Писание нам показывает Маше, видевшего Бога лицом к лицу и говорившего с ним лицом к лицу, возможно, ну, то есть для Бога нет проблем перемещения там во времени как-то, я думаю, что Маше как та ключевая фигура, которая все-таки совершила свое служение. Он нуждался все-таки в более мощном откровении, чем просто получить инструкции. Он нуждался в том, чтобы увидеть того пророка, которого Бог даст, поднимет. О котором он сам говорил. Да, а Илия ключевая фигура в том плане, что есть пророчество, что Илия возвестит приход. То есть, опять же, он должен был увидеть, он должен был узнать, чтобы возвестить. Ну, то есть тут, ну, это уже метафизика, я не совсем понимаю, но я понимаю, что эти люди, эти два человека, они пришли не чтобы инструктировать Мессию, а чтобы увидеть и поговорить о том предстоящем исходе. То есть и Маше, и Илия, они все-таки должны были видеть перспективу своего служения. И поэтому Бог дал, возможно, каждому из них в свое время ведение встречи с Машехом, который в будущем будет. И вот эта встреча произошла на горе преображения. То есть они увидели его во славе, вдохновились этим, для того, чтобы в свое время уже совершить то, что они должны были совершить. Если мы говорим о послании... Ну, это просто как мысли вслух. Послание к евреям говорит о том, что они не дождались. Ну, я могу еще, как бы, вот, я лично вижу в этом... Давайте не забывать еще один момент, что до Голгофы был Гефсиманский сад. И в данной ситуации то, о чем мы говорим, он не нуждался, но сказано, да, что пришли ангелы, служили ему, вытирали тот кровяной пот, который выходил с него, и его фраза, да, ну, как бы, если можешь, пронеси эту чашу мимо меня. Да, то есть я все-таки понимаю, что и Маше, и Илья, они где-то, ну, вернее, у них был опыт того, где они согрешили перед Богом. Вот тот же Маше, который говорил о том, что да, вы меня вроде как бы вынудили согрешить, когда я сделал не совсем то, что мне Бог сказал, да, возможно, опять-таки, это моя интерпретация, интерпретация, что у Ильи та же самая ситуация была, когда он говорит, я не могу больше, всех убили, я один остался, и больше некого. И раньше Бог не говорил Ильи устраивать резню, а только возвестить конец засухи царю, а он устроил резню. Как вариант, да, и опять-таки, он же ему показывает, что ни ты, ни один, таких много, но и, по сути, он все равно, он как бы говорит, что я не могу дознать другого преемника мне, да, то мы видим, что, возможно, я так думаю, это моя такая простая, да, такая мысль, что действительно и Илья, и Маше говорили о том, что да, мы в свое время допустили те ошибки, которые привели к тому, к чему привели. То есть слава Божья вошла в народ не с нами, а уже после нас ввел Иисус на Вин, Елисей имел больше в даров и силы в два раза, и именно при нем сказано, что Израиль вернулся к Богу, да, то есть, возможно, моя такая идея была, вот в этом плане. Давайте так, мы, как бы, некая подготовка, было преображение и диалог, общение, да. Слава Божья, кстати, да, как преображение, преображение, это изменение, я, как бы, это, мы не знаем причину, ну, общую, но то, что Шиман сказал, нам классно здесь. Куси поставили. Да, под три кущи поставили, но при этом некий исход, тот вопрос об исходе, исход из Египта, исход из Иерусалима. Фактически, если мы смотрим писание, как бы, и на Йом-Кипур проекция идет на искупление, и на Песах идет эта проекция искупления. Что сейчас, вот, мы видим в Иерусалимском Песахе во времена Ишуа? Мы видим трапеза, который не рисовал сам Ишуа, и не, как бы сказать, ничего похожего не было на картину в последней вечере. Но я думаю, что какие-то моменты у разделенного Израиля, на саду Киеви, Сеев, Фарисеев, были уже свои терки относительно празднования, и каким образом должен праздновать. У каждого был свой седр. Каждый начал уже делать свой. Мы сегодня, в современном, уже, как бы, сформировавшемся, и будем так, иудаизме, которые тоже имеют свои оттенки, есть некий общий календарь, и они к нему придерживаются, как уже норма для иудаизма. Но в то же время мы видим, что есть какие-то разные чувства. Самое интересное для меня, это высказывание веросвещения. Пускай один человек пострадает, чем весь народ будет наказан. Некая, как бы, проекция уже, это необходимо сделать. И следующее, отказ от царя. От, как бы, общего бы, что я, мне ли предать смерти вашего царя? Он говорит, нет, у нас другого царя, кроме кесаря. Кесаря. При всем этом, как мы уже говорили, в свое время, Израиль сам сказал, дайте мне нам царя, как у всех народов, отказываясь от Божьего царства и управления, что повлекло с собой и кровавые мести, и царские движники, которые и привели потом к падению Израиля и уход в Египет, в Павелон. Вот, как бы, видите, такие интересные картины. Что тогда Ишуа делал традиционно? Зачем это делать? Стоит ли христианам пройти с этого, пройти тот пасхальный вечер, что делал Ишуа? И что там происходило? Вот, на твой взгляд, что происходило? Это дружеская встреча, конечно же. Кстати, интересный момент. Буквально недавно, вчера смотрел уже, это же все соцсети, они же активизировались в плане вот этих обсуждений праздников, что, как и где. Там вот был подобный вопрос, когда говорили, ну вот Ишуа, он же дал нам в Новом Завете вот этот цедр, который мы, собственно говоря, и можем тоже брать как руководство в своем цедре. На что один из вот таких вот христианских братьев отвечает, что извините меня, нам, христианам, вот то, что написано в Новом Завете, оно нам категорически не подходит, потому что он их праздновал по еврейским традициям. Это дух императора Константина. Константина, да. Ну, сто процентов. Как не поверить в переселение души? Теперь будем праздновать Пасху по Константину. Да, да, да. По святому Константину. Да, не по ещеому. Радовало одно, что действительно ряд людей ответило ему на этот вот такую реплику. Они ответили ему этому, что извините меня, но действительно, как бы, Писание дает нам определенный путь, показывает нам определенные для нас действия, которые должны нас привести к определенному результату. И если он это делал, а он сказал, делайте сие в мое воспоминание постоянно, да, и в данной ситуации, когда мы говорим о Седере самом, то действительно, как бы, мы видим что-то общее, но и, как вы говорите, действительно было много на той традиции. Но давайте не забывать, что Новый Завет это действительно то документальное подтверждение того, как это делали во времена второго храма в Иерусалиме. И это документальное свидетельство того, как его делали. Отличалось ли оно от того, о чем мы говорили перед этим, и добавило ли оно что-то новое в празднование Песаха того времени? С горькими травами нужно было вкушать. Это как бы то же самое. Но знаете, интересный момент, вот Алекс Блент на этом тоже акцент делает, что, и мы это находим в Новом Завете, что где его обычно отмечали? На крышах. На крышах домов. И заканчивание, то, о котором, по сути, мы ничего не говорили, это воспевали песни халель, благословение. Этого тоже не было до этого. То есть, мы это уже видим в традиции, именно в Новом Завете. Хотя, мы видим, ну как бы, любая традиция строится на опыте. Об исходе мы видим, что Мириам взяла табурин, и началась женским, частью женской Израиля воспевать Всевышнего. То есть, мы видим это в Писании. И в исходе. Ну, и в исходе, в самом первом исходе. И тоже Мириам. Оно как бы не настолько. И тоже Мириам. И тоже Мириам. Просто все на дальнем переводе это Маша, Мария. А там это еврейское имя, Мириам. Хотя имена это одно и то же имя. Да, да, да. Момент такой очень важный для нас. Понять, насколько соответствует вот, например, для нас прообраз исхода первого и второго исхода, да, для того, чтобы видеть полноту картины фактически избавления от человечества и даже покрытия, сохранения человечества от влияния греха. Хотя грех и до этого был, и после этого остался. но вера в искупление, она на самом деле меняет человека. Так как и для евреев выход из Египта. В сущности, давайте посмотрим, Иешуа, говорит, я очень хотел с вами праздновать этот Песох, провести этот путь. И мы в этом уже замечаем сразу две чаши. Хотя о последней чаше он говорит так слегка. Да, говорит о том, чтобы от плодами виноградной лозы, я буду последний пить в царстве. Но он здесь делает уже, мы видим, две чаши четко в Песохе, которая празднует Иешуа. Он сделал кадры, кедуш поднял, благословение перед трапезой, а потом уже в чашу искупления, которое он поднял. Возможно ли, что до этого такого понятия не было? или же было? Я не думаю, что он старался радикально изменить тот пасхальный седр, который был, а скорее всего он просто использовал то, что есть, ну он очень часто использовал то, что уже есть, как образы для наглядной демонстрации какой-то идеи, которую он хочет донести до слушателей. Я думаю, что в тот седр он тоже ничего нового не изобретал, а собственно взял то, что есть и дал может быть какую-то более углубленную интерпретацию, связанную с той реальностью, в которой они тогда находились. То есть вот ему предстоял исход, собственно говоря, и Израилю предстоял исход после этой трапезы в Египте. То есть есть параллель, опять же, вот эта последняя чаша в современном седре, это чаша для Ильи, она не пьется. Илья возвещает приход Машеха и приход царства. Христианство обвиняют в том, что Ишуа не Машех, потому что он не исполнил всех пророчеств. Но из Писаний же мы знаем, что он придет опять, и вопрос, а придет ли опять Илья, тоже интересный вопрос. Причем нужно понимать, что Илья не умер подобно всем остальным людям. То есть два человека... Нет, Замаше, он... Мы не знаем, где его тело, так говорит Писание. То есть не знаю, что он приложился. Илья и Илья, два человека, которые достоверно по Писанию, не пережили физической смерти, а были взяты. Но были взяты. Кстати, есть версия, что вот те два свидетеля, это как раз и будут Илья и Илья, чтобы не было исключений ни для одного человека, что причастники рода Адама, они все должны умереть. И эти два человека вернутся на землю для того, чтобы умереть, а потом со всеми воскреснуть. Возможно, мы поговорим о современном. Ну, да. Опять же, если мы возвращаемся опять к Песоху или же исходу из Иерусалима, мы видим, опять же, есть у Ишуа выбор. Делать его по-саддукейски, как бы те, кто у нас причастны к храмовому служению, сделать ли это по-фарисейски, да, может быть, или же еще у нас есть Иесей. И фактически намек на то, что вы увидите человека, несущего кувши, да, и скажите ему. То есть некий посыл на то, что где-то Иесейская традиция, она существует вот в этом седоре. Я, кстати, на днях тоже смотрел фильм, вот это студия Неофит, они делают замечательные фильмы на библейские темы, и как раз об этом кувшине говорилось, вообще традиционно женщины носили кувшины. А поскольку, поскольку Иесеи тоже были разные, были группы, где, собственно, было принято безбрачие, то есть это была чисто братская группа, воду принести надо, женщин нет. Поэтому мужчина, несущий кувшин с водой, однозначно причастный именно к группе Иесеев. Поэтому не нужно удивляться, почему в мире столько разных христианских конфессий и делений и всего остального. Написано же, Господь даст слово про возвестниц великое множество, и все они не похожи друг на друга, это нормально. Вопрос в том, чтобы не противостояли друг другу, а дополняли друг друга. И все же давайте еще говорить, я очень хотел бы с вами провести этот седр. В чем изуминка? Давайте пройдемся через него, что там было интересного? Я думаю, что он хотел показать связь и параллель с тем исходом, который когда-то произошел. Но также все-таки при том, что он использовал традиционный седр, он и внес нечто новое, потому что не может быть такого, чтобы он пришел и ничего нового нам не дал. Собственно, но брит Хадаша Новый Завет говорит о том, что есть что-то новое. И он же в процессе вот этого седра опять же дает определенную заповедь. Делайте это в мое воспоминание, когда вы будете это делать, опять же, не воскресенье мое будете возвещать, а смерть мою возвещать будете. А также он сказал, кто будет это делать. Слово возвещать это провозглашать, не стыдиться, являть миру, явить миру, что это отличает нас от всех остальных, даже, ну и фактически то, что отмечается Константинопольским референдумом, чтобы от еврейского отделиться, тоже это не, я не считаю, что это правильное возвещение. надо как раз вот и фокус на иудейской интерпретации. Почему? Потому что там что-то есть особенное. Ну, мы можем задать вопрос, который задал Павел, есть ли какое-то преимущество быть иудеем? Это очень болезненный вопрос для многих. И Павел говорит, что есть, но нужно понимать, что причастность к еврейскому народу, она не делает человека чем-то лучше. Мне когда-то понравилась наглядная демонстрация того, чем отличается еврей от нееврея. Было призвано на сцену два человека. Один был еврей, а другой был нееврей. Еврею дали Библию и задали вопрос к слушателям, чем этот человек лучше этого? только тем, что у него есть Библия. То есть Библию забери и чем этот человек лучше? Как бы наглядная демонстрация того, что еврейский народ изначально был создан для определенной миссии. Его должно еще было научить. Сам народ необходимо было научить. А потом народ уже был научен, и мы видим, что эта полнота времен пришла именно к моменту смерти и воскресенья Ишуа, потому что давая великое поручение, он говорит идите и научите, как я научил вас. То есть он их признает уже наученными. И кстати вот этот интересный момент, он же подчеркивает, когда он умывает ноги ученикам, Петр говорит, да не будет этого, если не умоет себе ног, то не войдешь. Тот говорит, тогда целиком умой меня, такой радикализм. Тот говорит, умытому осталось только ноги умыть, то есть вы уже очищены словом, которое я вам проповедовал. Три с половиной года это шла подготовка, он их чему-то учил учеников. А что ты можешь добавить, чему-то учил? Учил-то многому. Но вопрос в том, что как бы действительно мы если говорить о новом, то опять-таки он берет эту чашу, он говорит, это чаша нового завета. Чаша моей крови, нового завета. И здесь уже он показывает новое, потому что до него этого никто не говорил ни на одном седере, по сути. Это вообще было за рамками иудаизма как такового. По крайней мере мы не знаем этого из тех источников иудейских, которые у нас есть. Когда он говорит, если не будете есть плоти и пить крови моей, сколько людей из-за этого соблазнились, потому что это противоречит Торе. Как можно есть и в плоти и пить его кровь? Конкретно напрямую запрещено. Кстати, тут есть довольно интересные моменты, но не об этом сейчас. Но как бы вот в этом новое. Я хотел интересный момент сказать, что может быть немножко перевести, может не знаю, как это будет звучать, но смотрите, мы говорим, что когда народ вышел из Египта, то он был введен в пустыню сразу, по сути. И вот эти семь дней, которые они ходили до разделения по-моему, это тоже была пустыня. И когда мы говорим об испытании Ешуа, которых было, как видите, три испытания, а было ли их действительно три? То есть написано в конце третьего испытания, что сатана от него отошел до времени. И как раз таки это время исполнилось где? Вот как раз таки в этот Песах. После него, когда написано, когда они вышли, воспели халель и вышли на гору Илеонскую, он просил, там было уже три человека, три ученика, которые должны были его поддержать, а не два, как на горе преображения. Количество увеличивается, силы нужно больше, поддержки. Ну, они спали, понятно. И ангелы, да, там ему служили. Но вот это третье, то испытание пустыни, которое действительно он тоже должен был пройти. Возможно, это тоже... Гефсиманский сад. Сатан однажды сказал по поводу Иова Всевышнего, кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все. Ну вот. И я думаю, что вот этим вот моментом и был испытываем, что в Гефсимании вот его борьба, вот это было настолько тяжелое, что кровь с потом выходила. Он знал, что ему предстоит. Да, но можно было так набраться, смелости и пойти. вот здесь это, наверное, человечность его бытия, наверное, вот на земле, где он так же переживает эти сложности, труды. И так же не хотел этой смерти, как любой из нас. Ну, а не думаю, что мы же знаем, что мы воскреснем, что в этом страшного? А кто хочет умирать? И вот тут вот самое в пику, что когда я говорил в том седере первом, когда исходишь, что это было как бы возрождение заповедей «Возлюби ближнего как самого себя», и мы говорили, что жизнь первенцев зависела от того участия, которое семья в нем принимала, и насколько семья послушна и верит в то, что сказал им Маше, то здесь мы видим, что на Голгофе Ешуа, он совершенно один. Нет этой поддержки, нет этой семьи. Ну, мы видели, что когда он висел, да, вроде бы и Мириам была под крестом, и Иоанн был, да, но это была не та подня. Мало того, он сам говорит, что «се, сын твой, матери, говорит, да». То есть даже тут происходит совершенно не тот подход, который мы видим в том исходе. Мы когда говорили о первом исходе, о том, что Песах означает больше как сохранить, чем пройти мимо, некое сохранение, безопасность, успокоение. Фактически и здесь в Ешуа некая есть сила в имени Ешуа, которая хранит, сохранит, даст благодать, даст милость. и ангел, да, он смерти. Фактически смерть не властна над человеком уже, потому что будет такое состояние, где человек надеется на Бога. Но когда я говорю о покрытии, я хочу вернуться аж до Адама. Мы видим, что Господь дал человеку кожаные одежды. Я не думаю, что Всевышний дал из нечистого животного, может тогда не было чисто-нечисто, но сама смысл, что покрыл человека, пожертвовал жизнью неверного животного. Другими словами, покрыл, сохранил от стуж, от переживания. Это разрушение. Некое сохранение. И он прообраз Песоха, который был в Египте. Некий прообраз в Ешуа Мессии, чтобы во Христа облеклись. Мы в Его облеклись. Ребен, это можно говорить немножко в будущем, но когда ты сам в центре этого всего, когда ты висишь и говоришь на кого ты оставил меня, я думаю, как бы мы сейчас не думаем о том, что это было вот таким обличе, ну как бы защитным куполом каким-то, да? То есть здесь наоборот ты чувствуешь полное одиночество, особенно когда на тебе грехи и всего мира находятся, и ты висишь в этот момент один и говоришь это, ну тут мне кажется не знаю, тут немного, это этот исход совершенно другой. Я согласен, что он не просто другой, он указывает на совсем другую вообще позицию, уровень другой, как мы это делали. наш песок, наш исход, он уже положится, и надежда всех народов. А вот интересно, что Иуда макнул свою часть хлеба, взял тарелку, взял, и с горечью потом ушел. Опять еще один намек на горькие травы, вспоминание с горечью какой-то, наверное, неисполненных надежд, еще каких-то вопросов. Может, не с горечью, там наоборот, он стал идти делать то, что должен. То есть, в данной ситуации здесь включение какого-то механизма того, что он задумал, но он еще не был готов к этому. Но именно вот это вот макание мацы в эту соленую воду или что он макалый. Мы делаем следующий момент. это кровь на косяках и крест, который тоже деревянный, стойка смерти и кровь стекающая по ним и параллели. Мы понимаем Иешуа, тот агнец, который истек кровью за нас, умер на Гринковском кресте. И вот интересный этот еще момент. У нас немного времени есть, чтобы поговорить. Какая параллель. Это важно для нас. Я вот думаю, вы за Адама и одежды сказали. Есть просто еще другой комментарий. Одежды кожаные, речь идет не о убитом животном, а о наших телесных раминах. Кровь и плоть Царства Божьего не наследуют. То есть Бог дал человеку вот такое тело, которое в конечном итоге должно умереть. То есть мы знаем, что Бог ограничил жизнь человека после греха. Для чего? Это очень немаловажный момент. Бог будет комментарием. Многие люди считают, что Бог поступил по злому, выгнав Адама и Еву из Эдемского сада. Когда я говорю об этом с людьми, я говорю, вы понимаете, что грех принес и болезни. И вот представьте себе, вы к 70-80 годам уже в таком полуразвалившемся состоянии, а что с вами будет при прогрессирующих болезнях и непрекращающейся жизни в 200, в 300, в 500, в 1000. Умереть вы не можете, а вы в воплощении всех существующих на земле болезней. Вот это был бы ад. И Бог дал человеку вот это вот тело для того, чтобы человек, пройдя этот жизненный путь, познал все-таки Бога и вернулся к Нему. Про Ишуа сказано, вот, иду, как написано в свитке обо мне, ты приготовил мне тело. И Мессия, Сын Божий оставив славу небес, оделся в это человеческое тело, подобно тому, как Адам принял вот эти одежды кожаные, плоть и кровь, которые Царство Божьего не наследует. Ишуа показал, что мы должны, да, тяжело с кровью, с потом, с болью пройти через смерть. То есть он показал, что действительно ничто человеческое ему не чуждо. И он не Бог, который сидит просто на небесах и взирает, как мы это пройдем. Он сам прошел этот путь и показал, смерть не страшна. И молиться сочувствовать нам. Да, страшно остаться в этом теле и остаться во грехе. Вот это страшно. Он же говорит, что лучше без одной руки, лучше без одного глаза, чем целиком и в ад. А Ад это то, что происходит на земле с человеком, который во грехах. И вспоминая сразу о исходе, да, в первом, что до утра ничего не должно от него остаться. Как вы думаете, в каком часу это все произошло. Ночью должны мы его были кушать. И мы благодарны Богу, что это произошло. И вот ваше мнение о том, что происходило в ту самую пасхальную ночь. Да не съели Агнца, причем должны были съесть это поспешно. По поводу того, что до утра ничего не должно оставаться, собственно, если семья действительно была меньше, чем возможно, они должны были сжечь. И тут вспоминается «Не давайте святыню псам». Я не думаю, что это имело какое-то магическое значение. Оно имеет все-таки смысл в том плане, что не зря та же Агнца называется хлебом бедности. То есть он предназначен только для тех, кто нуждается в милости Божьей. Мы в этом мире видим столько людей, которые настолько самодовольны и самодостаточны. Ты им предложи им отцу в Песах, он скажет, я что, себе не могу купить булочку с маком? Ну, да, я понимаю, здесь просто интересный момент, что до утра понимаем, что это часть. Ведь за несколько дней до происходящей, недели, в христианском мире называется «Верное воскресенье», его встречали как царя, его толпа была очень возбуждена, а потом мы читаем, когда его взяли, кричали «Распни его!» Опять же, я лично понимаю, что фильм влияет на людей очень сильно, и если Константин поменял дни для Песаха, то и историю, как это все могло произойти, тоже могли ее изменить, для собственной выгоды. Но я понимаю, что Ешуа был очень популярен, были за ним, исследовали люди, и даже говорили, пускай умолчат, пускай они умов камнем запьют. А вот здесь ситуация, здесь возможно, что это все и должно было произойти ночью, чтобы народ, который не двигался в Песах, ни туда, ни сюда, утром, будучи проснулись, уже понимали, что уже поздно, уже произошло, уже это свершилось. Вот идея такая. Вопрос свершилось что, то есть если говорить о ночи, то ночью свершилось предательство, ночью его взяли, ночью Петр, не только Иуда его предал, но и Петр от него трижды отрекся, до того момента, вы говорите, когда это происходило, ну по крайней мере до того момента, как петухи пропели. Ну это примерно когда? Ну вот это часа три, ночью где-то, от 12 до 3. И в данной ситуации как бы действительно мы видим ночь предательства, да? То есть когда творение предает, и действительно как бы здесь интересные моменты даже реакции Иуда и Петра, которые тот и тот предал, но как бы один стал апостолом, а другой удавился. И в данной ситуации как бы та ночь первая была ночь славы и победы и действительно того, когда Бог показал силу над всеми, здесь это наоборот мы видим с точностью наоборот казалось бы это ночь страдания, мучения, но и с другой стороны знаете, что их объединяет, как я вижу, эти ночи? Это принятие Божьей воли для себя. Там народ согласился и принял веру и он совершил это служение и ждал он ждал с посохом сигнала для того, чтобы выйти. Здесь Ешуа проделав все это, он сказал Иуде иди делай то, что ты должен делать. И когда тот сделал, он тоже в отличие от тех учеников, которые спали, которые были не готовы к этому всему, он был одет, он был с посохом, он ждал этого, он был готов. Я еще так думаю, что заканчиваем несколько секунд, но проекция первого Песоха Израиль и народа присоединившиеся к нему, исход, теперь Вешуа, Израиль и народа опять же. Проекция на весь мир, спасение всего мира, искупление всего мира. Опять же, поверь, мы говорим о величайшем событии, которое произошло 2000 лет назад. И это Песох, он продолжительный. Как это продолжительный? Первый Песох, наш народ празднует, мы его повторяем, дети повторяют, как бы еще стала традицией, так и Пасха, да, тоже повторяется. Она, люди делают свои же традиционные вещи, но у Бога не традиция сама важна, а понимание, сущность, свободы и только в Боге. Человеческий невозможно. И первый Песох, и во время Иешуа это не было человеческое, это было Божий, и Бог показывал свою силу в этом Песхе. Мы сейчас вернемся через пару минут и продолжим современный Песох и как мы его празднуем. Продолжение следует...